Хай народ! За окном февраль, мороз, а самое главное четверг. Именно в этот день я представляю вашему вниманию небольшой список киноновинок, которые ожидают нас в кинотеатрах на этой неделе. Смею надеяться, что мое мнение как-то повлияет на ваш выбор. Итак, сегодня мы спасем рядового Колю. Нынче юбилей у вас, военком наш дорогой, и поздравить вас пришли дружную гудьбой. А мне нравится. По-военному, лаконично, сухо, ничего лишнего. Разоблачим очень хитрую аферистку. Помните, я ваш помощник и друг. Повернем не туда, чтобы нарваться на ужасные приключения. Мы не беспокоим их. А они нас. Но тот, кто поднялся туда... Что это за место? Уже не вернется. И узнаем, каково это быть друзьями, несмотря ни на что. Для тех, кто не в курсе. Это «Объектив». Меня зовут Алексей. Поехали. Первая премьера на сегодня – это российская кинолента «Спасите Колю». Очередное комедийное повествование от создателей «Физрука». Естественно, с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Этот на одной харизме, как мне кажется, может вывести любой сюжет. Но в фильме и много других интересных актеров, таких как Юлия Франц, Алексей Золотовицкий, Галина Польских, Раиса Рязанова, Нонна Гришаева, Владимир Сычев и много кого еще. Сюжет расскажет нам про отношения отца и дочери. Маша – своенравная студентка, а папа – ее военком, который отправляет всех ее ухажеров, своей принцессы, в отдаленные уголки нашей с вами родной и необъятной. Но в этот раз все кончится не так, как привык герой Нагиева. Нынче юбилей у вас, военком наш дорогой. И поздравить вас пришли дружную гудьбой. А мне нравится. По-военному. Лаконично, сухо. Ничего лишнего. Спасибо, коллеги. Дочка у меня одна. Я за нее умереть могу. Или убить. Это кто? Это Коля. У нас призывничок здесь. Призовите. Ребята, а вы куда меня? Маш, я за полярным кругом. Да никто. Вай-фай по часам. На курорте считай. Коль, я тебя спасу. Себе, товарищ командир. Любимый. Мой. Миша. Я помню. За тебя. Подыграешь мне? Знакомьтесь. Мой жених. Горько. Ты что, боец? Скользкий тип. Я, как отец, не позволю тебе связать жизнь с нелюбимым человеком. Тогда любимого верни. Мы тонем. Да, мы тонем. Но это не повод паниковать. Тебе никто никогда не понравится. Потому что таких, как ты, не бывает. Хватит такой, каких-то, а? Не стрелять! Идти можешь? Не может. Держись, пацан. А вы научите меня стрелять? Нет. Потому как занятой я человек. Может быть, тогда и в позорную трубу больше не стоит смотреть. Ты? Все. Разглядел. Продолжаем. Очередная киноновинка в моем сегодняшнем списке называется Аферистка. Это комедийный триллер о девушке, которая выстроила очень необычную схему наживы. Марла Грейсон, так зовут главную героиню, а играет ее, кстати, великолепная Розамунд Пайк. Вот и вот. Она работает опекуном пожилых людей, которого назначают по решению медицинской экспертизы. Зачастую ни в каком уходе они на самом деле не нуждаются. Но соответствующее решение есть, и подопечные уезжают в дом престарелых, а их имущество и дома уходят с молотка. Но однажды наша героиня нарывается на того, кто не намерен сдаваться. Сын одной из подопечных, Карли Гангстер по фамилии Лунев. Ну и Марла тоже не робкого десятка, да и умом не обделена. Чем закончится это противостояние, узнаем в кино. Доброе утро, мисс Питерсон. Извините, что беспокоюсь с утра пораньше. Суд постановил, что вам необходим постоянный уход. Ну я здорова. А это, боюсь, не вам решать. Суд назначил меня вашим законным опекуном. Что? Вам придется пройти со мной. Помните, я ваш помощник и друг. Меня зовут Марла Грейсон. Я просто желаю вам добра. Марла Грейсон. Потрясающая история успеха. В чем ваш секрет? Нет никаких секретов. Она запирает их в дома престарелых, распродает имущество, а часть доходов забирает себе... Мои услуги стоят денег. Тварь! Я твои причиндалы на мелкой терке нашинкую. Я насквозь вижу все ваши аферы. Вон какое стадо тайных коров собрали. Их денежки текут на ваш счет. На руки прочь от Дженнифер Петерсон. У нее могущественные друзья. И они могут очень усложнить вашу жизнь. Насколько сильно усложни? Здравствуй, Марла Грейсон. Ты мне не нравишься. Мы только познакомились. В мире есть два типа людей. Хищники и добыча. Проигрывать я просто не умею. Я никогда вас не отпущу. Ты влевла, детка. Я чертова львица. Люблю такие фильмы, где среди героев очень трудно найти положительных личностей. Один плохой человек пытается переиграть другого. И к финалу оборачивается все сатирой на мир американской бюрократии и капиталистических акул. А наблюдать за многоходовыми схемами главных героев чистое наслаждение. Надеюсь, этот запутанный сюжет гениально воплощенный режиссером Джейм Блейксоном не оставит вас равнодушным. А теперь время ужастиков. Представляю вашему вниманию фильм «Поворот не туда. Наследие». По сюжету компания друзей отправляется на совместный отдых по Аппалаческой тропе. И вот они попадают в небольшой городок, где еще с давних времен до Гражданской войны в США живет община. Здесь несколько веков царят свои особые нравы, а еще здесь крайне не любят залудившихся незнакомцев. Но какие еще страшные тайны скрывает это место, главным героям в скором времени предстоит ощутить на своей шкуре буквально, столкнувшись с настоящим кошмаром. Знаете, чего бы мы не нашли, если бы не свернули с тропы? Водопад и утес. Что это? Что это? Оставаться! Я кого-то видела. Правда, там кто-то был. Это история, которую знают местные, но о которой умалчивают. Лишь перешептываются, будто это история о призраке. Мы не беспокоим их, а они нас. Но тот, кто поднялся туда... Что это за место? Черт! Уже не вернется. Потомки этих людей до сих пор живут на горе. Сдаюсь! Пожалуйста, не надо! Данная картина это совершенно новый ужастик в знаменитой серии. То есть он не имеет ничего общего со своим одноименным предшественником 2003 года и всеми остальными частями. И здесь нам обещают полную перезагрузку сюжета об уродцах-людоедах из Дикой Глуши. Тем не менее, эта новая версия имеет право на жизнь и достойна, как мне кажется, вашего внимания. И напоследок красивая драматичная история под названием Друзья навсегда. По сюжету два друга Дэйн и Мэтт, что называется «Не разлей вода». За много лет они чего только не пережили. Но выясняется, что у одного из них тяжело больна жена и надежд на выздоровление нет, а времени у нее всего полгода. И вот второй бросает все, чтобы быть рядом с семьей так близких ему людей. Мэтт! Не сейчас! Мэтт, открой дверь! Живо! Дэйн, подожди! Мэтт! Блин! Какого черта ты творишь? Я отремонтирую. У меня отвертка в машине. Хочу стать стендап-комиком. Ты что, серьезно? На сцене очень страшно. Мой друг тоже хочет попробовать, но он трусишка. Дэйн был нашим лучшим другом. Давай, Дэйн! Стремно как-то. Мне казалось, что они женаты, а я третий лишний. Эй, братан, это Мэтт. Хотел узнать, как твои дела. Привет, симпатяшка! Привет, пройдяшка! Мама! Привет, девочки. Привет, симпатяшка. Привет. Как самочувствие? Устала. Спасибо, что приехал. А как иначе? Мэтт, мы можем поговорить? Скоро станет очень сложно. Такой вы николь никогда не видели. Ты не должен быть один. Я могу приехать и помочь, если что. Приезжай, конечно. Сколько ты планируешь там быть? Думаю, пару недель, пока Мэтт не встанет на ноги. Обычно я готовлю завтрак и ужин. Попробую облегчить тебе жизнь. Можешь называть меня бабуля Дэйн? Конечно. Молли, не слышу. Я буду называть тебя бабуля Дэйн. Спасибо. Хочу составить список. Написать девочкам письма на каждый важный этап их жизни. Привет! Хочу синие волосы. Объясни, что происходит. Не происходит. Происходит! Всю свою жизнь она хотела командовать карнавалом. И спеть на сцене с Кэти Бэрри. Ну что, организуем? Думаешь? Тебя нет уже три месяца. Я думала, ты уезжаешь на две недели. Что случилось? Я приехал и понял, что один человек тут не справится. Не делай из меня инвалидом. Ты должна принимать лекарства. Не хочу отвали! Ты злишься не потому, что я опоздал. Что происходит с мамой? Ты злишься потому, что мама болеет. Зачем ты так с отцом? Молли, ты меня поломала. Улыбнулась. Люди не смотрят мне в глаза, когда разговаривают со мной. Ты самая прекрасная женщина в мире. И всегда ее будешь. Знаешь, ты не обязан оставаться здесь. Николь, моя подруга. Я рад быть с вами. Фильм, так сказать, не для легкого просмотра. И наполнен большим количеством разных эмоций благодаря великолепной игре актеров. А Дакота Джонсон приятно удивила своей многогранностью. Кстати, в основу фильма легли реальные события, которые произошли с корреспондентом Мэттью Тигом и его женой Николь. Он написал статью для журнала Esquire, которую посвятил своей жене и их другу Дэйну, который не позволил Мэтту погибнуть рядом с кроватью своей любимой жены. Но в целом все это заставляет задуматься о том, что преданные верные друзья и близкие любимые люди это самое ценное, что есть в нашей жизни. А на сегодня это все, друзья. Надеюсь, что что-то из увиденного вас заинтересовало. В любом случае, увидимся здесь в следующий четверг. Берегите себя, смотрите хорошее кино и пока! Субтитры сделал DimaTorzok